МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА – Простой. Это губернский театр, возглавляет его Сергей Безруков. Но как возникла идея вот такой, даже не музыкальный спектакль, музыкальное ревю, именно, да, вы вас везде подчеркиваете, музыкальное ревю поставить на сцене губернского театра? – Ой, мне эта идея давно пришла в голову. Вообще, в принципе, еще безотносительно этого театра. Очень хотелось сделать что-то подобное. Не мюзикл, тот жанр, к которому я давно уже привыкла и работаю, а что-то другое на основе джаза, который я безумно люблю и всю жизнь мечтала научиться петь, с живым оркестром, с балетом. Но при этом, чтобы это был не концерт, а чтобы была некая драматическая линия, которая бы это все соединяла. Но как-то не срасталась. И тут вдруг, когда Сергей Витальевич предложил мне прийти в труп, первое, что я ему сказала, что я очень хотела бы, раз есть оркестр, есть такая возможность, может быть, вам это может быть интересно. Он сказал, да, интересно, нам нужны музыкальные спектакли, давай. – То есть это вы обратились к нему с этой идеей? – Да. – Но не было такого, что вот вы же в трупе теперь губернского театра? – Да. – То есть он вас не просматривал, а сразу сказал, все, идея мне нравится, давай. – Ну, он меня не просматривал, ну, как условно, потому что до того, как я оказалась в труппе этого театра, до того, как он мне предложил вступить в труппу, полгода я работала в проекте «Повтори» на Первом канале, где он был членом жюри. И он меня видел… – В деле. – В деле, да, в большом количестве работ. Плюс моя самая первая картина, в которой я снялась маленькой роли, это был фильм «Есенин» с Сергеем Витальевичем в главной роли. И, в общем, первый раз я увидела, что такое съемочная площадка именно рядом с ним. Так что у меня такие очень положительные эмоции, связанные с этим человеком. – Но возникает вопрос, что такое ревью и чем же оно отличается от мюзикла, раз все равно есть музыка, есть сюжет, есть персонажи. – Да, но все-таки в мюзикле очень много драматических линий заложено именно в музыкальный материал. Он написан специально для конкретного мюзикла, для конкретной постановки. А у нас все-таки музыка набрана. То есть это готовый материал, готовые музыкальные произведения, уже известные хиты. И именно для того, чтобы это не было просто концертом, а неким спектаклем музыкальным, мы это все объединяем. И получается и не драматический, и не музыкальный спектакль, и не мюзикл, и не концерт – музыкальное ревью. – Но ревью сразу у нас возникает, ассоциация, что огромный оркестр. – Да, так и есть. – Толпа танцоров, все в перьях. Вот это так все? – Ну, не в перьях, но все очень близко. Да, большой оркестр, губернаторский, очень красивый, потрясающе играют. Не знаю, я получаю классальное удовольствие от работы с ними. Балет – да. И драматические артисты – да. И мы все делаем одновременно. И поем, и танцуем, и играем. – А кто придумал сюжет, и что это за сюжет? – Изначально всю канву придумала я. Но когда я принесла эту историю, ну, так называемый синопсис, в театр, и Сергею Витальевичем обсудили, как вообще это все можно реализовать, конечно же, подключились и музыкальный руководитель театра, и режиссер, и дирижер, и хореографы. И все вместе, конечно, каждый вкладывает очень много души, сил, фантазии, и все как-то обросло. И получилось не совсем то, что я задумывала с самого начала, но лучше. – Так в итоге о чем речь? Есть певица? Еще какие персонажи? Там же не так много, насколько я могу. – Любовный треугольник, конечно же, что может быть близко и понятно каждому зрителю. Это, конечно же, метание между мужчинами, но в данном случае эти мужчины – это олицетворение. Один из них – олицетворение любви, а другой – профессии и карьеры. Он звезда, который может дать моей героине любые возможности и горизонты. И она принимает решение, вот этот выбор, и вообще выбор – это главная тема нашего спектакля, к чему он может привести, правильный или неправильный, что вообще есть правильный выбор. Потому что для каждого, ну, не знаю, правильный свой. Нету такого. – Но на эту тему большое количество фильмов, спектаклей. Вот ваше ревью чем отличается? – Ой, у нас такая драма там получается вообще. Потом, что интересно, первый акт мы решили сделать а-ля 30-е годы, эпоха Мэрилин, вот туда, с париками, красивыми нарядами, штуками. – Мэрилин же чуть позже, все-таки не 30-е. – Да, она чуть позже, да, но по образам, по стилистике танцев, по костюмам, все-таки вот что-то среднее между Мэрилин и еще чуть раньше. То есть, ну, такая стилизация, очень красивая. – И песни тех времен. – И песни тех времен, да. – Англоязычные или русские тоже есть? – Да, мы исполняем их на английском. – То есть, наших вы не брали, наши шлягеры, только Америка. – Первый акт, да, это Америка. Но есть один персонаж, так называемый конферанс, некто, который объединяет это все, и он, как, не руководит, а он творит наш сюжет, наши судьбы, то есть переплетает нас, и он решает, какое решение принять, как нам себя вести героем. И, в общем-то, он ведет все действия. И первый, и второй акт. Второй акт – это Россия, наши дни, современная музыка. Я сначала себе это видела как… – Современные – это какие годы? – Наши дни, уже 2000-е, да. Я думала изначально, что это будет что-то ближе к року, но потом пришла идея взять те же самые хиты, перевести их на русский язык и полностью переаранжировать. То есть, если это какая-то лирическая композиция а-ля Краймия Рива, например, которую Барбара Страйзен исполнила. – Очень слезоточивая. – Очень слезоточивая. Теперь это безумный темп с бешеными танцами и что-то очень темповое. – А как вы саму фразу перевели к Краймия Рива? Или вы недословно переводили? – Недословно. Но близко. – И как называется этот номер? – Ну, дословно плач, по мне, река. – Ну да. А вы как перевели? – Я не буду раскрывать тигры. Вы приходите и посмотрите, потому что это самая кульминация спектакля. – Но что вас так увлекло в этой идее? Потому что, мне кажется, благодаря телешоу, кино вы уже себя во многих жанрах попробовали. – Как время и место влияют на судьбы людей? Потому что любовь, она всегда была и есть любовь. – Карьера, выбор – это такие вечные темы. Но влияет ли время, влияет ли музыка на людей и на их выбор? – Влияет. – Ну а как влияет? Совершенно разные же времена, и мне кажется, что совершенно мы не похожи на тех, кто живут тогда. – Конечно, нет. Но действительно есть такое, что женщины стали сильнее, что они быстрее и проще принимают решения, воля, вот это стремление быть, ну не знаю, к карьерному росту, да, больше сейчас идет стремление, нежели прежде. Все-таки это есть, кто бы что ни говорил. Безусловно, и тогда были такие женщины, сейчас и гораздо больше. Вот. И это не может не сказываться на том, что происходит с людьми и с любовью. И она остается одна наедине со своей карьерой, что ей делать дальше без любви. – Ну то есть это такая уже получается почти феминистическая история. – Ну, в какой-то степени. – Не без этого. Но там есть какие-то параллели с вашей жизнью, раз это ваша идея? – Ну, наверное, конечно, проблема выбора стоит всегда, и у меня она тоже стояла, и я думаю, что еще встанет не раз, но я для себя как-то очень четко расставила приоритеты, что да, я жить не могу без своей работы, я сумасшедший человек в этом смысле, готова жить в театре, делать все, что от меня зависит с утра до ночи, но при этом, если встанет действительно выбор, дом, семья или работа, конечно, дом. – Все-таки дом. – Конечно, любовь, да. – Ну, значит, сейчас домашние аргументы пока были не так сильны. – Ну, видимо, да. – Вы говорите о том, что первое отделение – это больше джазовая музыка, второе отделение – это ближе к року. Вот вам серьезно приходилось готовиться к этому, и с разными ли педагогами вы занимались? – Да, безусловно, у нас есть педагоги по вокалу и по хореографии, и очень сложно переключаться, тем более на одной и той же композиции, которую ты впел уже, как все эти джазовые милизмы, какой-то американский сленг, произношение, и тут вдруг совершенно иначе звучит это на русском языке. Мы даже сначала так думали, делать это или нет, может быть, все-таки оставить это на английском, потому что очень резало сначала слух. А потом нет, когда это все растворилось в музыке и в действии, как-то мы смирились с русским языком. – Но педагог по джазовому вокалу и рок-вокалу – это один человек? – Один человек, да. – Но, с другой стороны, вы же закончили Щукинское училище, да? Вахтанговская школа как раз славится. – Перевоплощение. – Перевоплощение. Это, знаете, как замечательно Владимир Абрамовичет уже сказал на юбилей МХАТа, когда пришел в МХАТ, и сказал, знаете, наша школа имеет представление о вашем переживании. Так вот, наша школа, Валерия, имеет представление. Так скажите, мне кажется, Щукинская школа как раз наоборот помогает к такому быстрому переходу от одного к другому. – Да, и мне это безумно нравится, потому что в кино, по крайней мере, нет такой возможности перевоплощаться. Как-то так сложилось, что берут типаж, и в основном играешь плюс-минус, ну вот лирическая героиня я, и вот я и играю всевозможных лирических героинь. А хочется же попробовать и так, и сяк, и что-то новое, в том числе и в проекте «Повтори», конечно, было интересно попробовать себя в совершенно новом жанре, характерное что-то. То, как раз, чем у нас учили в Щукинском театральном институте теперь. – Теперь институт, да, театральный институт. Но какой мы увидим актрису Валерию Илановскую? – Она будет очень разной в первом и во втором акте, точно совершенно. – Но это же, получается, два персонажа, да, певицы, и там, и там. – Но кроме того, что вы сейчас заняты премьерой, вы же готовите еще один спектакль, или, скажем так, в проекте у вас есть спектакль, тоже в Губернском театре, но там режиссер уже Дмитрий Дюжев. – Да. – Так, и что это за постановка? – Это его дебют как режиссера в театре, он тоже очень волнуется и переживает, репетирует с нами очень подробно, тщательно, прям вплоть до жеста, хочет нам все выстроить. – Интересно с ним работать, неожиданно. Вот, это скамейка. – Уже всего два персонажа? – Два персонажа, да, Гельман. – Вы и кто с вами, кто ваш партнер? – Антон Хабаров. Вот, ну, двоих. Очень страшно, потому что полтора часа вдвоем на сцене нужно, конечно, держать не просто внимание, энергетикой, сюжетом, но нужно очень постараться и хорошо, интересно играть. Чтобы зал включился в нашу историю, сопереживал нашим героям. Но мне кажется, что получится, потому что история действительно очень интересная. – Но сейчас же модно в театре ставить там какие-то экраны, 3D-изображения, запускать музыку? – Экран будет, но неожиданно он будет решен. То есть это непривычное третье место действия, там, отображение, где мы, может быть, какой-то флэшбэк, да, что происходило с ними прежде, как любят. Снять еще с нашими героями какую-то еще историю. Нет. Не знаю, можно ли открывать секрет. – Можно, конечно. У нас тут двое. – Не знаю. Но интересно, что на экране будет меняться, незаметно для зрителя, будет меняться время суток. Солнце будет вставать медленно в течение этих полутора часов и в конце садится. И в итоге перейдет опять в рассвет. То есть, ну, сутки пройдут за наш спектакль. Именно для этого нам нужен экран. – А спектакль, это одноактный или все-таки? – Да, одноактный. – А сколько по времени идет? – Примерно полтора часа. Мы только начали репетировать. Не знаю, может быть, что-то подожмется, но… – Да, невероятно, тяжело. – Тяжело. – Полтора часа. – Интересно. – Но, а Дмитрий Дюжев, какие слова вам говорят? Все-таки, когда два человека на сцене, там же важна, что называется, внутренняя работа. Мне кажется, Дмитрий Дюжев такой очень яркий человек, что вот насколько он может вот эту внутреннюю работу? – Он очень глубоко копает. Мы очень долго сидели за столом, очень много читали именно, разбирали. К нам приходил сам Гельман, рассказывал, что он закладывал в свою пьесу. Приходил психолог, да, женщина, которая вместе с нами разбирала все поступки наших героев, почему, что ими двигала, почему они говорят именно так и поступают именно так. Интересно. То есть мы разобрали все настолько подробно, но теперь, когда мы начали вставать уже на ноги, разводить мизансцены, вот все подтексты, все понятно. И это здорово. – Ну, а психологи сейчас часто приходят на репетиции? – Нет, я вообще первый раз с этим сталкиваюсь. Это очень интересная практика, правда. Я не ожидала, что Дима так подробно займется этим. Здорово. – Ну, почему-то вот принято считать, что актеры как раз хорошо разбираются в психологии, могут что-то изобразить. Вот прийти там, не знаю, к заведующей детского сада и что-то такое. – Иногда они это делают интуитивно, импульсивно, не задумываясь о том, что движет человеком изнутри. А мы разобрали настолько подробно. Действительно, вообще, специфика театра, что мне очень нравится, почему я очень соскучилась вообще в современном театре, – это органика, вот настоящесть, если можно так сказать. – Можно. – Не скрывать за красивыми, интересными, необычными формами суть. Потому что мне кажется, что очень сейчас есть такая большая тенденция к этой странности, за которой кажется некий очень глубокий смысл. И зритель встает и думает, что, наверное, там что-то очень заложено, многое, сложное, и не понимает, что. А зритель должен понимать, зачем эта странность, если за ней ничего не стоит. Лучше не будет вот этих вот ходов, будет все по-настоящему, честно, искренне. И по этим эмоциям, мне кажется, зритель сейчас очень соскучился. И в этом театре как раз в Губернском, мне кажется, это есть. – Но у вас же премьера намечена на 15 февраля. – Да, очень скоро. – А у вас сейчас на какой стадии идут репетиции? – Мы ваяем второй акт. – Второй? – Подождите, только приступили? – Первый готов, да. Над вторым мы сейчас очень трудимся, потому что представляли это на бумаге по одному. А когда встали на ноги, все оказалось совсем иначе. Начали соединять с балетом и с оркестром. И вообще непонятно, что получится. Я очень боюсь, поскольку все-таки аудитория очень разная у современной музыки. Даже не попса и не рок. Это все-таки действительно вот эта ультраклубная, именно современная музыка. Не знаю, как ее даже обозвать. Сити, лаунж, не знаю что. Со странными ударными этими скречами и так далее. Это одна аудитория молодежная. – А это урбан какая-то музыка. – А это урбан какая-то музыка. – Урбан, оранбихи. – Да, 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 да. А первый акт – это джаз, и это совершенно другие люди, которые придут на джаз. – То есть в итоге получится, что на первый акт придет одна аудитория, а второй акт – другая. Я очень боюсь, как бы со второго акта люди не ушли. Но мы сейчас делаем все, чтобы этого не произошло, потому что история и сюжет, и все-таки тексты, и даже современная музыка, она на то и современная, чтобы быть яркой и, не знаю, притягательной, чтобы привлекать массы к тому, что сейчас модно, и какие сейчас тенденции. Все равно нужно подтягивать народ. – Но вы сами в свободное от работы время что слушаете? – Другую музыку. – Какую? – Не знаю, спокойную. Я очень люблю инструментальную музыку, классику, джаз, да. Но тоже, когда долго его слушаешь, устаешь. – Но джаз же все-таки такое общее понятие. – Да, безусловно. Но если джаз, то… – Да, с биг-бендами, с большими оркестрами. – Да, да, да. – Например, у вас 15-го числа, как раз на следующий день, после 14-го февраля, после этого Валентина, вы как к этому дню относитесь? – Спокойно. Очень спокойно. Я раньше вообще была убеждена, что это не наш праздник. Вот. Сейчас как-то… Но все равно лишний повод поздравить любимого. Хотя мне кажется, что слова любви нужно говорить, когда это чувствуешь. А если ты действительно любишь человека, ты хочешь говорить эти слова каждый день. Ну, еще один повод подарить какой-то приятный подарок. – Но 14-го февраля вы как-то отмечаете? День Святого Валентина вы как-то отмечаете? – Ой, ну, может быть, не знаю, в ресторанчик можно сходить. Но мы это делаем и без повода. – И правильно. Валерий, ну вот сейчас наверняка нас смотрят молодые люди, девушки и понимают, что вот, вот к чему надо стремиться. Прекрасная актриса и снимается и в сериалах, в телешоу, сейчас играет в театре. Но что вы можете сказать тем людям, которые вот задумались пойти, захотели пойти в актерскую профессию? – Ой, не знаю. Отговаривать не буду, конечно, но предупредить обязательно надо, что все не так радужно и прекрасно. Моя сестра сейчас учится на третьем курсе института, и я не представляю, что будет дальше. – На актерском тоже? – На актерском, да. Потому что она тоже с детства в детском театре играла, и как-то, ну, даже не было вопроса, куда же поступать. Конечно, в театральный, как и у меня, в общем-то, с пяти лет в театре не мыслила себе другой жизни. Вот, но именно потому, что я с детства знала, что такое театр не понаслышке, не просто студия, а именно театр с гастролями, со всей ревностью, завистью и прочим, это не праздник бесконечный, это пахота безумная. – Это где вы такую школу прошли? – Детский театр юного актера под руководством Александра Федорова, вот рядом с Линкомом находится, прекрасное место, где действительно дают школу настоящего театра. Здорово, я очень ему благодарна, и я заболела театром там, болею по сей день, вот. Но ты постоянно должен доказывать, что именно ты, никто другой, достоин той или иной роли, этой работы, этих проб, бесконечные кастинги. Нет такого, что мне звонят продюсеры, предлагают роль, и, пожалуйста, снимайся. Нет, всегда кастинги, всегда доказывают, всегда выбирают, и в театре то же самое. Если вдруг какой-то промах, неудачная роль, неудачное исполнение роли, то всё, всегда найдётся замена. – Но всё равно у нас повод встречи более чем праздничной. Музыкальное ревюо «Лав-шоу». Я вам пожелаю ни пуха ни пера, всё-таки. И чтобы и первый акт, и второй акт собирал зрителей, зрители не расходились. – Всё для этого делаем. Спасибо. Приходите. – Обязательно. – Я уверена, что вы получите удовольствие. – Обязательно. Спасибо, Валя. – Спасибо. – Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok